Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Король Англии». Лента основана на реальных событиях. Начало 15 века. Поле усеяно телами после столкновения шотландцев с англичанами. Рыцарь Перси Хоцпур добивает раненого шотландского воина. Позже он обедает за одним столом с королем Генрихом IV, неопрятным пьяницей. Хоцпур возмущается, что король не выкупает из плена валийцев его брата. По этой причине он не собирается делиться с захваченными шотландскими пленниками. Но тот лишь называет его брата мятежником и предателем. Молодой Хоцпур позволяет себе очень резко выражаться в сторону Милорда. На что король отвечает, что просто повесит юнца, если не получит в свои руки шотландцев. Перси и его отец встают из-за стола и уходят. Язвительный мальчишка. Я знаю, он меня предаст. А вот сын самого короля, принц Уэльский Генри по прозвищу Хелл, сейчас с грязными ногами отсыпается после попойки. Его старший приятель Джон Фольстав получил ранение, и Хелл его подлатывает при помощи раскаленного металла. Их прогулку по трущобам прерывает неизвестный из королевского дворца. Уединившись с принцем, он сообщает, что его высочество болеет, и просит сына прийти к нему. Хелл отказывается, и вместо этого бухает с бородачом до упаду в кабаке. На следующий день принц просыпается в компании девицы, которую Фольстав культурно выпроваживает, и просит Хелла все же наведаться к отцу. Иначе его могут притащить силой, да еще и лишить наследства после смерти короля. Принц является во дворец, все лорды приветствуют его стоя. Генрих IV говорит, что ему осталось недолго, и нужно выбирать наследника. Хоть Генри и старший сын, королем он уж точно не станет. Корону получит его младший брат Томас. Именно он поведет армию против предателя Персихоцпура. Обдумав все, Хелл приезжает в лагерь к младшему брату. Молодой пьянчушка вызывает Персий на бой один на один. Это заменит битву между армиями. Хелл не считает людей Хоцпура врагами. Да и из Томаса вояка так себе. К армии принца подъехал один Хоцпур. Ему не терпится сразиться с Генри. Младшему брату не по душе, что его задвигают на второй план. Хелл предлагает мятежнику немного подождать, пока умрет отец, и тогда вражда сойдет на нет. Однако Персий жаждет крови. Забрала закрыты. Поединок начался. Хелл размашисто орудует мечом, а после сближается и валит противника. Нанести урон через латы кулаками сложно, и рыцари снова взялись за мечи. Персий выбил меч у Хелла из рук, но тот схватил кинжал и, сблизившись, прирезал предводителя мятежников. Несмотря на победу, Томас остался разочарованным. Это было мое сражение. Оно ознаменовало бы мою власть. Это было первое убийство, совершенное Хеллом, и чтобы заглушить гадкое чувство, он очень сильно напился. Фольстав, как может, его утешает. Спустя время, пьяного принца снова вызывают во дворец. Его отец при смерти. По словам гонца, враждебное отношение Хелла к отцу Тирану, это признак того, что он будет хорошим королем для Англии. А как насчет Томаса? Оказывается, расстроенный наследник после случая с мятежниками отправился воевать с Уэльсом, и там встретил свой конец. Пьяный Взюзю Генри обзывает отца чудовищем и вырывается в комнату умирающего короля. Он стаскивает с больного покрытыми язвами старика одеяло. Последними словами Генриха IV были «Что же я натворил?» Все присутствующие преклонились перед новым королем Генрихом V. С этого момента над вами будет совершенно иной правитель. Фольстав все проспал, и теперь его просят покинуть собственность короля Англии. Какого короля Англии? Хелл проходит процедуру коронования. Вечером на Перу Генрих V получает подарки от других европейских королей. Кубок он тут же передаривает своей сестре Филиппе, королеве Швеции. Дивную механическую игрушку из Константинополя отдает кузену Кембриджу. А вот от Дофина, сына короля Франции, приехал детский мячик. Этот насмешливый подарок Хелл оставил себе. Уильям Гаскойн, главный судья, говорит, что на оскорбление нужно ответить. Но молодой король спокоен. Он понимает, что нужно сначала покончить с междоусобицами внутри страны. Все враги его отца будут прощены. Причем он напишет им письма лично. Сестре он также рассказывает, что желает покончить с хаосом, творящимся в стране. Она же его предупреждает, что дворяне всегда будут защищать свои интересы. Архиепископ подвергается мнению законность пребывания на престоле короля Франции Карла Шестого. Якобы Генрих может на него претендовать. То есть взять силой. Франция всегда была целью Генриха IV. А потом уже можно будет двинуться и на Иерусалим. Вот только молодой король не собирается разорять целые страны. Он другой. Гаскойн хвалит твердость Генриха. Но вот какое дело. Франция насмехается над Англией. И народу это не нравится. Хозяйка Кабака издевается над Фольстафом, что он стал больше не нужен своему товарищу-собутыльнику. Генрих в это время пришел в темницу, чтобы поговорить с наемным убийцей, которого к нему подослал сам король Франции Карл. Но даже сейчас Хелл не спешит развязывать войну. Верховный же судья уверяет его, что в правлении важна не только гармония, но и сила. Этого от него ждет и народ Англии. Генрих пишет письмо Карлу и предлагает перестать заигрывать. Если они хотят войны с Англией, то пусть присылают войско. Трусливому убийце не свергнуть короля Англии Генриха V, которого вы недооцениваете. В ларец, где лежал мячик, он приказывает положить пушечное ядро и отправить обратно. К Кембриджу приезжает посланец короля Франции. Французы приглашают его на некое совещание по поводу его брата. Ему сообщили, что Карл никакого убийцу не подсылал. Но судья уверен, что это ложь. Тут же лорд Грей выказывает опасение, что из пьяницы и струщоб не получится хорошего правителя. А Кембридж сомневается в остроте его ума. Судья Гаскоин убеждает молодого короля, что важно принимать решения. Решения сложные, но которые могут объединить страну. И Генрих объявляет войну с Францией. Сообщить об этом врагу он хотел бы поручить лорду Грею и Кембриджу. Но, к сожалению, они будут заняты. Завтра им отрубят головы. За казнью заговорщиков король наблюдает с первого ряда. В кабаке на освещении экономят. Поэтому Фольстав не сразу рассмотрел Хэла, который пришел забрать его во дворец. Помявшись, мужик соглашается с условием, что его высокородный друг оплатит все его долги. Генрих выбрал пьянчугу как руководителя военной компании. У него большой опыт в ратных делах. И он относится к войне без иллюзий. После сбора припасов огромный английский флот направляется к берегам Франции. В прибрежной деревне на момент высадки войск уже никого не было. Англичане разбили лагерь и построили трибушеты. Ночью начался обстрел близлежащего осажденного замка огненными снарядами. Это действие продолжается день за днем. Однако месяцами осада длиться не может. Иначе англичане начнут умирать от голода и болезней. Придется идти на штурм, жертвуя солдатами. Но этого не потребовалось. Французы сдались. Многие из них изголодались и умерли от болезней. Женщины и дети были отпущены. Мужчины взяты в плен. В захваченном замке был устроен гарнизон. Королю сообщают, что аудиенции с ним просит сам дофин Луи. Но есть подозрение, что это лишь уловка, чтобы задержать наступление англичан. Французский принц прибыл в лагерь ночью. Он улыбается, пьет вино и рассказывает, что ждет Генриха на французской земле. А именно, пускание крови и похороны под деревцем. Под очень маленьким молодым деревцем. Прямо как он. И предполагает, какого размера у англичанина член. Фольстав картинно зазевал и прекратил тираду Луи. Генрих ничего не ответил на оскорбление и вышел. А на улице приказал немедленно выдвигаться. Войско англичан продвигается вглубь страны. Комфортнее всех устроился архиепископ. На привале трое мальчишек пошли собирать хворост. Одного французы закололи. Второго сняли с арбалета. Третьего поймал Луи. И попросил кое-что передать Генриху. В лагерь парень вернулся с отрезанной головой своего товарища. Разгневанный король приказывает удвоить охрану в ночное время. И казнить всех пленников. А трупы насадить на колья у реки. Но Фольстав отказывается устраивать массовую казнь. Чем еще больше разозлил Хэла. Ты сам выбрал участвовать в этой войне. Я собственноручно выпущу тебе кишки. К вечеру бывалый воин прилично наклюкался. Добравшись до холма, король отправляет наездника выяснить, что за ним скрывается. За возвышенностью тот увидел лагерь огромной французской армии. Французов больше и у них лучше позиция. Но ждать нельзя. Так как их армия со временем будет только пополняться. Англичане же истощены. Многие заболели. Лорд Дорсет предлагает отступить. Так они хотя бы сохранят армию. Однако по словам Фольстава, они все же могут победить. У французов в авангарде мощная конница с тяжелыми рыцарями. Местность здесь влажная. Ночью еще и пройдет дождь. И они просто увязнут в грязи. А вот англичане должны пойти в атаку без лат и коней. Скорость и мобильность наше преимущество. Кроме того, английские лучники намного сильнее французских арбалетчиков. Ночью действительно пошел дождь. Утром Фольстав все же надевает тяжелые доспехи. Нужен небольшой отряд рыцарей, который втянет французов в бой. И он будет среди них. Главное, чтобы король не вступил в бой слишком рано. Вне зависимости от того, что произойдет с этим отрядом. Хелл решает снова сделать по-своему. И один приезжает в лагерь французов. Дофин опять насмехается. Называет английский язык простым и уродливым. И возмущается, что Генрих не сдался раньше. Но не для этого он здесь. Он вызывает Луи на поединок, чтобы не проливать реки христианской крови. Кто победит, тот будет править Францией после смерти Карла. Но Дофина такой вариант не устраивает. Он уверен в победе своего войска. Генрих же вернулся к своему войску. И произносит перед ним вдохновляющую речь. Фольстав командует отрядом рыцарей. Войны в тяжелых доспехах неспешно пошли в атаку вверх по склону. Также неспешно двинулась вперед и французская конница. Ее накрыл дождь из английских стрел. В панике французы поскакали вперед. И на полном ходу врезались в англичан. Началась жестокая бойня в грязи. Вместе с броней сминаются лица и ломаются кости. В незащищенные места вонзаются мечи и кинжалы. Фольстава оглушили ударом по голове. Он попал в давку. Трудно дышать. Из этой груды тел невозможно выбраться. Бой затормозился. Луис командовал атаковать остатками конницы. Она также была обстреляна. После всеми силами в атаку побежала английская пехота. Генрих орудует легким одноручным топором. Дальше в дело пошел кинжал. Неповоротливым рыцарям трудно по нему попасть. В разгар битвы снова пошел дождь. Англичане забивают и топят в грязи изможденных французов. Неспешно подъехал дофин. Сейчас-то он готов сразиться с уставшим Генрихом. Но вот беда. Луи в тяжелых доспехах даже не может устоять на своих двоих. Ноги разъезжаются в стороны. Он не способен вести бой. Король не стал даже напрягаться. И дал возможность заколоть это посмешище четырем своим бойцам. Англичане одержали разгромную победу при Азенкуре. Все мечи подбираются с поля боя. Среди убитых Генрих находит и Фальстафа. После он отдает приказ убить всех пленников. Генрих добирается до короля Франции Карла VI Безумного. Тот готов капитулировать. И даже не просит ничего взамен. Зато предлагает взять в супруги его дочь Катрин. Опечаленный из-за смерти друга Генрих плывет на родину. В Англии ликующая толпа собралась у дворца. А молодой король налаживает отношения с будущей королевой. Я вам не покорюсь. Уважение надо заслужить. По словам Катрин, искусственный союз как этот долго не продлится. Также она интересуется, зачем была эта война. Девушка заявляет, что не было никакого убийцы. Как и плана убить Генриха. Ее отец только рассмеялся, узнав про обвинение. А он в силу безумия всегда откровенен. А ее брат Луи был слишком глуп, чтобы организовать подобное. Но ведь был еще и мячик. И вообще его власть нелегитимна. Ну так и сам Генрих, сын узурпатора. Похоже, вы не можете объяснить то, что сделали. Пришло время откровенно поговорить с главным судьей Уильямом Гаскоином. Король интересуется его семьей и количеством земли, которой он владеет. Также интересно, сколько Гаскоин планировал себе отжать земли в завоеванной Франции. А еще судья почему-то слишком смутно припоминает, как на него вышел подосланный убийца. Уильям путается в показаниях и в конце концов сдается. Он все это время манипулировал молодым королем и врал ему. Но ведь Генрих хотел мира, а мир якобы куется победами. Вон и народ под окнами довольный, ликует. Уильям становится перед королем на колени. И тот, недолго думая, протыкает ему голову кинжалом. Генрих подходит к Катрине, берет ее за руки и просит пообещать говорить ему всегда только правду. Продолжение следует...